Все симптомы налицо, а тест отрицательный. Такое вполне вероятно, если человек поел или попил перед тем, как сдать мазок. Но, признают медики, к ложному результату приводят и сами тест-системы. Когда большие объемы, естественно, качество будет падать. По нашей лаборатории мы используем где-то 25-30 тест-систем в неделю, но и каждую неделю, у меня неделя начинается, что я звоню фирму-поставщик и начинаю выбивать. Каждую неделю. Дефицит огромный. Пластика, все расходные материалы – это большая проблема. Не только у нас, везде. И тем не менее, ПЦР-тестирование пока самое актуальное. Да и процент ложноположительных результатов, говорят специалисты, низкий. По словам бактериолога, скоро в методологии должен появиться новый игрок – иммунохроматографические тесты, которые уже диагностируют заболевания в экспресс-варианте. Пока с помощью этого метода выявляют антитела, но в будущем их начнут использовать для обнаружения COVID-19. И чем дольше с нами пандемия, тем это более актуально. Сейчас на Алтае начинают бояться заразиться коронавирусом второй раз, когда, казалось бы, антитела должны давать защиту. Самая громкая история, которую недавно активно обсуждали – вирус у мэра Бийска Александра Студеникина, который на больничном оказался спустя месяц после выздоровления. Правда, врачи считают, что говорить о повторном заражении некорректно. Здесь пока ученые практики сходятся к тому, что все-таки это не повторный случай заражения, а это, вероятнее всего, незакончившийся первый. В данном случае, вот этот повторный эпизод ухудшения самочувствия, он даже в большей степени, ну, в качестве проблемы только со стороны самого человека. То, что он выдает положительный результат, это на сегодняшний день, ну, достоверно, там, не знаю, даже на 50% не говорит о том, что он продолжает быть опасным для окружающих. По словам Шевченко, сейчас врачи ориентируются на срок в полтора месяца, чтобы уверенно говорить о том, что коронавирус в прошлом. А что касается действительно повторного заражения, то чаще всего вирусу подвержены медики. При этом тяжелое течение проходит лишь при ослабленном иммунитете. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком.